Как оказать качественную медпомощь в сельской местности, где толком нет ни нормальных дорог, ни профильных специалистов? На этот болезненный вопрос пытаются ответить авторы проекта телемедицины. Его реализуют в Одесской области. Как это поможет селянам и как оценил успехи президент Петр Порошенко, об этом наши корреспонденты. Окнянский район один из самых отдаленных от областного центра. Тем нагляднее авторы пилотного проекта телемедицины могут продемонстрировать ее суть. Она в том, что у каждого фельдшера в этих краях теперь есть такой чемоданчик со специальным оборудованием. Приехав к пациенту даже в самое глухое село, медик может осмотреть больного, а затем моментально отправить полученные данные лечащему врачу. С помощью планшета, подключенного к интернету. Вот снимаю кардиограмму, допустим, подключаю к планшету и еще передаю на центр. Вот это электроды, то есть снимать кардиограмму. Далее, например, в райбольнице, получив эти данные, уже более квалифицированный медик может назначить лечение или обратиться к более опытным коллегам в областной больнице, опять же по интернету. В итоге экономится драгоценное в данном случае время, ресурсы, а помощь становится более качественной. Сегодня с пилотным проектом ознакомился Петр Порошенко. Именно он полгода назад предложил внедрить телемедицину в украинские реалии. Результатом остался доволен. Здесь же президент подписал два закона о повышении доступности медобслуживания в сельской местности и о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарств. Эти документы дают зеленый свет медицинской реформе, без которой, по мнению Порошенко, здоровье украинцев не сберечь. Подписывая его, я поддерживаю необходимость реформ в сфере охраны здоровья, важность дотримания права каждого украинского гражданина на качественную медичную допомогу. Окнянским медикам глава государства вручил сертификаты на четыре новых автомобиля. Это для местной амбулатории. На них будут ездить к пациентам семейные врачи. А также презентовал уже для всей Одесской области пять машин экстренной медицинской помощи. Справятся ли эти полноприводные скорые с местным бездорожьем, теперь покажет время. Данил Снисор, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.